Уважаемые коллеги, здравствуйте дорогие гости. Сегодня на площадке Ритсюгра мы будем обсуждать тему обороноспособности нашей страны и участие в этом важном деле наших земляков, югорчан. Позади очередная призывная кампания. Как она прошла, нам расскажут гости. Рустам Шамильевич Абдрашитов, заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу. Евгений Федорович Юровских, начальник военно-врачебной комиссии военкомата ЮГРЫ. Джан Горбатрович Мутаев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту. Нина Николаевна Колосенко, председатель родительского комитета при военном комиссариате. И Владимир Анатольевич Леунов, помощник военного комиссара по военно-патриотической работе. Ну что ж, начнем с такого вопроса. Рустам Шамильевич, давайте сходу, какую оценку можно поставить всем службам за проведение весенне-летней призывной кампании? В ходе весенне-летней призывной кампании у нас отправлено для прохождения военной службы вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования органов, где предусмотрено прохождение военной службы. Около полутора тысяч человек задействовано очень большое количество личного состава военного комиссариата, общественных организаций, других заинтересованных лиц. Оценка очень высокая, потому что задание на призыв очень было сложное в эту призывную кампанию, потому что, во-первых, требовалось отправить не очень большое количество призывников, но качество призывных команд и воинских частей очень было высокое. Это и по состоянию здоровья очень требовалось призывников направить по качеству здоровья, по уровню образования, по профессионально-психологическим данным. Все справились со своей задачей полностью. Войска вооруженные силы отправлены ребята в соответствии с заданием. У меня вопрос, а есть ли вообще особенности у нынешней призывной кампании, в чем они заключались? Особенности, в первую очередь, это призывникам была дана возможность, гражданам, которые имеют высшее и среднеспециальное образование, была дана возможность проходить военную службу по контракту. Были предоставлены срочки для призывников, это граждане, которые заканчивали учебные заведения на базе 11 классов, поступать и продолжать обучение в среднеспециальных образовательных учреждениях. Также была вторая срочка, это граждане, имеющие высшее образование, могли продолжать обучение по бакалавриату и специалитету. Тоже такая срочка предоставлена? Да. Много таких случаев было? У нас порядка 20% вызывавшихся на призывные комиссии, призывники были, им была предоставлена срочка. Вот поэтому. Скажите, какими темпами идет отправка югорчан в научные роты? Мы там активно начали, как сейчас продолжается? В научные роты у нас заявлялось 4 призывника. Из них 3 призывника у нас получили, заявились, но они имели право на срочку до 31 августа текущего года. Поэтому они будут отправлены осенью на военную службу. А один призывник имел все показатели для прохождения в этой научной роте, но не имел специальности. Поэтому задания мы не получили и отправили этого призывника, уже как остальных ребят, проходить в военную службу. Вы упомянули о качестве призывных команд. Скажите вообще, если говорите о родах войск, то куда призывают югорчан чаще? Есть ли какие-то особенности именно в отношении нашего региона? В эту призывную кампанию весеннюю мы отправили, самая первая отправка у нас была в мае месяце, это президентский полк службы коменданта Московского Кремля, 10 призывников. Эту работу мы проводили еще с марта месяца. Здесь работало в этом направлении по отбору призывников межведовственная комиссия. Здесь и в правительство Ханты-Мансийского автономного округа подключилось к этой работе представители муниципальных образований, общественных организаций. И отбор был очень жесткий. В итоге на сборном пункте к отправке было подано 20 человек. Из 20 человек еще на сборном пункте было отобрано 10 человек и отправлено к местам службы. И есть еще у нас в этом призыве очень большое количество призывников было отправлено в части военно-морского флота, воздушно-десантные войска, ну и специальные части внутренних войск национальной гвардии. — Такой вопрос у меня, наверное, к Евгению Федоровичу. Мы уже с вами говорили, да, если фраза о сибирской закалке, насколько она применима к югорским призывникам, и вообще каков процент, скажем так, отбраковки по состоянию здоровья, и есть ли какие-то разделения по муниципалитетам, вот в плане именно состояния здоровья призывников? — Ну, слово отбраковка — это неправильное слово, просто определение категории годности к военной службе. Потому что годная к военной службе и годная к военной службе с незначенными ограничениями. Подлежат призыву. Остальные, в принципе, получают отсрочку или на следное лечение, или отсрочку для запаса. По муниципалитетам у нас, в принципе, категория годности не зависит от того, есть ли это деревенская территория, нет ли деревенской территории. Городская территория, как такового четкого ограничения по состоянию здоровья нет. В том же Акадинском и Радужном, вроде бы и город, и в то же время деревенский район, но там вот такой развитый спорт, хорошая, ну, скажем, да не скажем, что маленькие города, то есть большое образование, но там категория годности большая. В то же время Октябрьский район, ну, там только приемы занимаются по количеству спорт, а остальные там все деревни и практически спортом не занимаются. Плюс медицинское обслуживание, только две больницы. В то же время, допустим, тоже высокоразвитый технологический город Сургут, там, где много медицинского оборудования, там, естественно, больше диагностируются заболевания. Поэтому четко сказать, что именно по градации по категориям деревенская, деревенская, городская, это не идет по территориям. Все зависит от того, как готовится человек к военной службе. Вопрос в том, что у нас сейчас идут призывники рождения 99-го, 2000-го года, то есть те, кто рожден с мутные времена. Некоторые призывники у нас имеют по два-три хронические заболевания, плюс количество детей и инвалидов у нас тоже немножко чуть увеличилось, поэтому процент годности у нас снизился. Отбор идет в росте, в принципе, скажем так. 38 человек мы сняли с сборного пункта по состоянию здоровья, как негодных к прохождению военнослуждающих обследований и лечений. Хорошо, спасибо большое. Нина Николаевна, у вас уже пятый по счету призыв в качестве представителя родительского комитета при военкомате. Вот как меняются запросы родителей от призыва к призыву, и на что чаще всего обращают внимание мамы и папы, когда их дети проходят призывную кампанию? Ну, в принципе, наверное, мамы за пять лет как были мамами, так они и остались, поэтому каждую маму беспокоит, насколько хорошую часть попадет ее ребенок, насколько он будет в безопасности. Поэтому я думаю, что запросы мам в принципе не меняются. Они хотят, чтобы ребенок служил хорошо, чтобы он вернулся живым и здоровым домой. Единственное, что каждый призыв мамам очень трудно понять, как это ребенку ничего с собой не надо давать. Ну, единственное, я делаю акцент, что все-таки, несмотря на то, что насессоры дают, но их чаще всего используют при военно-полевых сборах. Поэтому гигиенические какие-то средства они берут с собой, а все остальное полностью, они находятся на полном государственном обеспечении, и даже нижнее белье выдается у нас уже на призывном пункте, когда их отправляют уже в часть. Ну, кстати, у меня уточняющий вопрос. А вот вообще, если говорить о прохождении службы, о довольствии солдат, что-то меняется вообще в этом плане? И сегодня действительно вообще всем обеспечены призывники и вообще военнослужащие, проходящие службы? Ну, хотелось бы сказать, что с начала этого года, во-первых, было увеличение денежного довольствия. С 1 января этого года на 4% у нас увеличилось денежное довольствие. Но по остальным видам довольствия, в принципе, осталось все на том же уровне. Военнослужащие у нас обеспечиваются, можно сказать, что всем практически с ног до головы их одевают. Как вот отметили сейчас, в том числе и нижнее белье выдают, и носки и так далее. Выдают у нас средства личной гигиены в том числе. Очень-очень качественное питание сейчас стало у нас. Ну, а в основном плане, в принципе, все осталось. Сотовая связь тоже, да. Значит, сейчас выдаются призывникам две сим-карты. Это у нас сотовый оператор МТС или ТЕЛИ-2, по которым осуществляется связь на льготных, так скажем, условиях. Две сим-карты, к примеру, одну он может оставить родителям, одну взять с собой. И между ними соединение будет осуществляться на льготных условиях. То бишь, постоянный человек находится на связи. Вот так вот, собственно. Отлично. Спасибо. У меня вопрос к вам, Владимир Анатольевич. Вы, собственно, отвечаете за военно-патриотическую работу с призывниками. Вот только что сказали о связи. Насколько нужна связь призывникам и их родителям? Удается ли вам подготовить ребят к службе в армии, чтобы и они не испытывали кого-то там дискомфорта? Ну, при подготовке граждан, ну, естественно, мы выступаем перед призывниками. Это, как правило, школьники, студенты, где объясняем, разъясняем, как проходит служба в вооруженных силах, что для этого требуется. И я бы хотел еще отметить, вот в этот именно призов большое желание ребят служить. служить. Вот мне приходилось общаться на сборном пункте с многими, которые... И ребята рассказывают, что они специально готовились, они занимаются спортом, они образование свое повышают. Многие ребята из призванных в этот призов пошли на то, чтобы написать в каком-нибудь учебном заведении заявление и уйти служить год, чтобы потом вернуться и восстановиться. Это тоже, ну, соответственно, это приветствуется в большей части. Ребята некоторые пошли еще дальше, они уже задают вопросы. И вот я сейчас пойду служить, я бы хотел поступить еще в военно-учебное заведение. Мы тоже им объясняем, рассказываем, где, куда можно поступить, как это все происходит. Разъясняем им на сборном пункте, в том числе и о том, как поступить на службу по контракту, что для этого требуется. Естественно, школьники, многие слушают с вниманием, и девочки, что самое интересное, девочки больше всего задают вопросов по прохождению службы вооруженных, как сейчас это все организовано. Мальчишки, ну, мальчишки есть мальчишки, они думают, ну вот, дойдет до меня очередь, тогда я и буду думать об этом. Но я еще повторюсь, многие ребята уже начали задумываться и начали готовить себя к службе вооруженным силам. Армия как социальный лифт, да, собственно, уже стали воспринимать. Хорошо, коллеги, у меня еще есть вопросы, но дам слово вам, вдруг у вас тоже они есть. А, еще добавить, пожалуйста. Выдавали, чтобы сейчас на сборном пункте более 900 человек сдавали нормы ГТО. Из них 235 могли сдать уже на золотой значок. Да, ну, показатель. Это показатель того, что готовности, кто хочет, кто занимается. Отлично. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь, в микрофончик все вопросы. Да, Даша, пожалуйста. Радио Югра, Дарья Ерофеева, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот гражданам с образованием давали возможность проходить службу по контракту вместо обязательной военной службы, да? Да, все правильно. Значит, с 2017 года были внесены поправки в федеральный закон, согласно которым гражданам, имеющим высшее или среднепрофессиональное образование, предоставляется право выбора. Выбрать военную службу по контракту сроком на два года вместо прохождения службы по призыву сроком на один год, соответственно. То есть, это все зависит от желания самого гражданица, он хочет, он может поступить. Конечно же, есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы это в том, что есть возможность выбора места службы, то есть, он выбирает уже определенную воинскую часть, вид, род войск, место службы выбирается. Денежное удовольствие уже будет очень высокое. Военнослужащий по контракту на данный момент у нас его денежное удовольствие составляет порядка 25-35 тысяч рублей. Ну, это, конечно, все зависит от различных надбавок, от места службы, ну и так далее. Ну, и также остальные льготы и социальные гарантии военнослужащего по контракту, в том числе, распространяются на этой категории граждан. А есть ли цифры, сколько у нас вот таких граждан ушло? Ну, вот в ходе весенней призывной кампании у нас 10 человек выбрали военную службу по контракту, то есть 10 призывников, которые должны были отправиться на службу по призыву, уже выбрали службу по контракту. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, пожалуйста. Есть вопросы? Так, ну, я такой вопрос задам. Джангар Батриевич, продолжим тогда тему по контракту. Здесь уже упоминается о том, что и девушки хотят служить. Вообще, как у нас обстоит дело с выбором югорчанами службы в армии как профессии, вот помимо этих 10 случаев, которые вы привели, как вообще активно югорчане идут в армию работать, служить по контракту? Да. Ну, с начала текущего года на службу по контракту уже порядка 60 человек поступило. На данный момент также люди проходят отборочные мероприятия, обращаются к нам, задают часто вопросы, интересуются. Если говорить про девушек, то в этом году у нас одна девушка отправилась на службу по контракту. Но, к сожалению, девушек мы в таком большом объеме, как они к нам обращаются, не можем взять на службу по контракту. Связано это с тем, что девушки могут служить, так скажем, не на всех воинских должностях, то бишь есть определенный перечень воинских должностей, на которых могут проходить службу граждане женского пола. Их не так много и зачастую все они не являются вакантными. Если есть такая возможность, конечно, мы рассматриваем девушек и берем их на службу по контракту. Вопрос, кстати, бурно обсуждающий сейчас в стране, вопрос пенсионной реформы. Если говорить о представителях вооруженных сил, как у них дело обстоит с пенсией, если там предвидится ли какие-то изменения? На данный момент никаких изменений нет. Значит, все так же, все в том же режиме. У нас пенсионное обеспечение происходит. Значит, для того, чтобы выйти на пенсию, так скажем, необходимо 20 лет выслуги, в том числе льготного исчисления. Также хочу отметить, что есть районы, есть подразделения, есть воинские части, где исчисления выслуги лету для этого расчета на пенсию, они рассчитываются, так скажем, на льготных условиях. К примеру, служба в Таджикистане, год службы в календарном исчислении рассчитывается для расчета выслуги лет на пенсию, в исчислении один год службы за три года считается. То бишь, фактически через 6-7 лет службы военнослужащий уже может рассчитывать на пенсионное обеспечение, так скажем. Еще вопросы, коллеги? Нет вопросов, все довольно подробно рассказали. У меня такой вопрос, я спрошу у Нины Николаевны и у Владимира Анатольевича. Вот смотрите, мы сейчас уже подняли тему подготовки ребят к призову и к службе в армии. То, что теперь служить не два года, а год, насколько, скажем так, ставить задачу лучше готовить, что раскачки не будет, нужно сразу же приступать к службе. Вот вопрос к вам, Владимир Анатольевич. Вы два года, даже больше, да, по-моему, проходили службу? Нет, ну, когда мы служили, это было совсем другие времена, другие были. Подход к службе в армии со стороны, как наши, мы призывники, мы все рвались туда и не пытались, как говорят сейчас современным языком, отмазаться от службы в армии. Наоборот, рвались, и тем более, вот наше поколение, мы застали как раз вот эти вот времена, когда было, выполняли интернациональный долг в Афганистане, и, соответственно, многие ребята писали аэропорта в армии, чтобы именно служить там. Ну, сейчас, конечно, есть у некоторых ребят сомнения, стоит ли идти туда в армию на сборную пульту, проводим беседы с ними, разъясняем, показываем на примерах на своих других людей, что год службы сейчас пролетает как бы незаметно для них, и, но они в итоге получают воинскую, военную специальность какую-то, плюс военный билет у них будет, а сейчас без военного билета многие организации, они даже и на работу-то не берут на хорошие должности. Пусть даже у тебя там образование будет, но у тебя военного билета не будет, и уже в хорошую компанию, ты уже не поступишь на работу. Это мы объясняем как призывникам, так и родителям. Я вот хотел еще добавить, что у нас сейчас на призывном пункте, уже давно, конечно, это идет, что с 16 до 17 часов встреча с родителями призывников, то есть родители приезжают на призывной пункт, они там могут встретиться со своими призывниками, детьми и пообщаться. Родители также задают вопросы, куда там пойдет служить, как там служится и так далее. Мы все рассказываем, объясняем, тем более, что, как правило, если сформирована команда, то с призывником, который попал в эту команду и пришел на встречу с родителем, его сопровождает представитель воинской части. Естественно, родители задают вопросы ему, и он уже на месте рассказывает, как служится именно в этой воинской части, где, куда попал их ребенок служить. Я думаю, здесь большой проблемы нету. Один год отслужить сейчас это не проблема абсолютно. Нет, Николай, ну а вот вы общаясь с ребятами, все-таки армия дело взрослых людей, 18 лет им исполняется. Вы видите эту взрослость, понимание важности службы в армии? Скорее всего, когда они уходят в армию, полного понимания нет, им до конца непонятно, что с ними будет происходить и как оно будет происходить. А вот когда ребята уже приходят, наверное, они все-таки сильно меняются. И вот этот вот год, наверное, он важен, как и для нас, для родителей, чтобы мы, как сказать, повзрослевшего ребенка, наконец-таки вот этот вот год будет, чтобы мы могли его отпустить по своей повышенной гиперопеке и всего прочего. И ребенку, наверное, этот год тоже нужен для того, чтобы повзрослеть, на самом деле стать мужчиной, научиться принимать решения. Поэтому вот, наверное, на самом деле, в данном случае стоит армию рассматривать как какой-то лифт, когда он становится отдельной личностью. Между детством и взрослым жизнью. Еще есть вопрос, коллеги? Вопросов больше нет. Ну что ж, хорошо, будем надеяться, что и в дальнейшем у нас будет только расти сознательность. Молодых людей и девушек, которые собираются отдать в свою жизнь службе в армии. Прицелы будут проходить так, как надо, и наша ЮГРА будет помогать, крепить обороноспособность всей государства и России. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо вам, коллеги. Всегда рады видеть вас на площадке РИЦ ЮГРА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин